Я сразу же залетел 7 тысяч рублей за одну пробежку 70 минут. Я считаю, это круто. Как бы ты посоветовал начать новичку? Какие рекомендации самые эффективные? У меня стратегия сейчас заключается нарастить количество бегунов, чтобы мой постоянный доход был 1 миллион в день. Полмиллиона прям вот так вот. Очень хочу поучаствовать. Что мне делать? Итак, друзья, Вайтюк на связи. Закончился мой сегодня 36-й день пробежки. Это настроение, пушка, энергии, прям вагон. Бегайте, ребят, занимайтесь спортом и получайте еще за это приличные деньги. Отлично. Андрей, расскажи, как давно ты находишься в проекте и сколько получается зарабатывать у тебя на данный момент? Ну, значит, смотри, Ром. Сегодня был у меня 36-й день в проекте СТП. Чистыми за день вышло 110 тысяч рублей за вычетом всех расходов, подчинок, оплатам бегунам и прочее. Хорошо. Получилось 110 тысяч рублей заработать за пробежку сегодня. Чистыми. С какой-то суммы. То есть сколько денег ты на данный момент вложил туда? Ну, если на текущий момент считать, это порядка 4 миллионов. 4 миллионов. Хорошо. Это на все аккаунты. То есть это мой аккаунт, потом главного бегуна и еще двух бегунов. А, у тебя главный бегун есть, несколько бегунов и ты еще. Все, круто, слушай. Понял тебя. Ты можешь показать какой-нибудь пруф? Есть что-нибудь такое, что нужно показать ребятам? Ну, конечно. Как-то подтвердите слова. Открывается приложение СТП. Вот моя сегодняшняя пробежка. Так, вижу. 49 монет за вычетом получается ремонта. 42 монеты чистыми, это порядка 220 долларов в переводе в рубли 19 тысяч рублей. Вот конкретно с этого аккаунта. Все, хорошо. Сейчас вот выйдется на экране отдельная графа с результатами пробежки за сегодняшний день. Хорошо. То есть ты находишься уже больше месяца в этом проекте. И вложив 4 миллиона по данному курсу, в данный момент, ты зарабатываешь плюс-минус 100 тысяч рублей в день. Плюс-минус. Ну да, плюс-минус, да. Слушай, офигенные результаты. И я считаю, что это только начало. Офигенные результаты. И мне интересно, как ты пришел к этому? Как ты узнал об этом проекте в целом, да? И почему ты вообще решил вложить туда такую огромную сумму денег? Я узнал об этом проекте от своего ученика. То есть у меня был ученик, который обучался у меня по вилкам. И мы с ним общаемся уже давненько, больше года. И он рассказал про этот проект, рассказал про закрытый клуб людей, которые занимаются криптовалютой. И, соответственно, ну вот так вот я узнал про этот проект. Я сразу же залетел, взял себе зеленый кроссовок, взял два обычных и начал свое развитие. То есть я больше, знаешь, зашел в этот проект на интуиции. То есть я почувствовал, что, ну, тема крутая, стоит туда заходить, стоит инвестировать, стоит прокачиваться. Ну и достаточно быстро я вышел на такие стабильные результаты. Андрей, правильно ли я понял, ты сейчас деньги, которые зарабатываешь, степы, ты их реинвестируешь? То есть вкладываешь обратно в проект, да, вкладываешь обратно в проект, ты масштабируешь. То есть я вывожу без проблем. Сейчас у меня, как бы, стоит цель довести до 10 бегунов, чтобы у меня было 10 бегунов, которые будут бегать каждый день по 50 минут. Вот такая вот замечательная цель. Хорошо, а есть ли риски передавать свой аккаунт кому-то, может ли случиться так, что человек может продать его, может сделать там все, что угодно там с этой NFT-шкой, да, в виде кроссовка? Ну смотри, да, я тебя понял. С одной стороны, я перед, когда аккаунт передаю другому человеку, то есть я даю свой аккаунт без доступа к кошельку. То есть он к кошельку доступа не имеет. Он имеет доступ просто, чтобы открыть приложение, нажать кнопку и побежать. Вот. Единственное, что этот человек может сделать, да, он может выставить кроссовки на рынок, то есть на продажу. Но от этого я перестраховываюсь таким образом, что я беру людей, которых я лично знаю, в которых я уверен и которым я доверяю. То есть с этой стороны я закрываю все риски возможные, которые могут быть. То есть правильно ли я понимаю, что передав телефон кому-то с этим кроссовком, человек может просто выставить этот кроссовок на продажу за одну Солану, его сразу же купят, на твой кошелек приходят деньги, но он, в принципе, доступа к этим деньгам не имеет в целом. То есть его интереса продавать, его интереса продавать кроссовки твои в целом по большому счету нет, потому что он их может никак забрать. По большому счету нет, ему интересно зарабатывать на постоянной основе. То есть, ну, по сути, человек получает постоянный источник дохода, и он зарабатывает. То есть ему, в принципе, неинтересно, что какие-то пакости делать. Слушай, хорошо, приведи пример. Сколько у тебя зарабатывают бегуны на примере сегодняшнего дня? Ну вот смотри, у меня есть главный бегун, который, у него зарплата, он работает на заводе, у него зарплата 40 тысяч рублей в месяц. За пробежку, за 70 минут у меня он зарабатывает 7 тысяч рублей. То есть в месяц, если он бегает каждый день, это 200 тысяч рублей чистыми. Он, в принципе, таких денег в жизни никогда не видел, не зарабатывал. А тут вот такая вот есть возможность, он занимается любимым делом. То есть человек всю жизнь бегал бесплатно, сейчас он бегает, получает 7 тысяч рублей за одну пробежку 70 минут. Я считаю, это круто. Да, это офигенная технология, мы об этом поговорим немножко позже. Но помимо главного бегуна, у тебя же есть не бегуны, да, не главные бегуны, назовем их так. Да, есть не главные бегуны. Это мои близкие люди, да, и с ними условно у нас идет 50 на 50. То есть у них по 3 кроссовка, они зарабатывают, ну, в день порядка, там, один бегун 9 чистыми у него выходит 9 ГСТ. У второго порядка 12 там с копейками. Вот один ГСТ 5,5,2 доллара по текущему курсу. Ну, там, сам посчитай примерную прибыль. Ну, то есть... Суммируя в целом, да, получается у тебя, если мы резюмируем, получается у тебя сейчас мини-ферма, есть главный бегун, на которого ты делегировал свой основной аккаунт, и он прям максимально счастлив, потому что ты ему платишь такие деньги. Также есть у тебя близкие твои знакомые, которым ты делегировал простые аккаунты, которые они потихоньку прокачивают. И также ты сейчас тоже купил аккаунт, скажем так, не на низком, да, уровне, а на среднем уровне, и ты его сейчас тоже прокачиваешь и потихоньку с этого зарабатываешь. Да, и то есть цель, цель прокачать аккаунт, также делегировать его и начать новый аккаунт, подготовив для следующего бегуна. То есть моя стратегия сейчас заключается нарастить количество бегунов, чтобы мой постоянный доход был 1 миллион в день. Вот такая у меня сейчас цель стоит. Хорошо, теперь расскажи, как в данный момент и на чем можно зарабатывать в степне? Какие виды заработка там есть? Ну смотри, первый вид заработка, который лежит на поверхности, это ты покупаешь кроссовки, бегаешь, прокачиваешь до определенного уровня, а потом, ну, то есть когда он нормально начинает приносить, ты получаешь свою прибыль. Это вот первый базовый. Второй, к нему можно добавлять минт, это то есть производство кроссовок. Когда у тебя есть два кроссовка, ты прокачиваешь их до пятого уровня, платишь некоторую сумму GST плюс GMT и, соответственно, скрещиваешь их, получаешь третий кроссовок. То есть там есть очень небольшой, но крутой шанс получить с обычных кроссовок зеленые кроссовки. Я понял, да, есть возможность заработать. Хорошо, это два варианта. Заработать, ну, полмиллиона, прям вот так вот, полмиллиона заработать очень легко. И у тебя так получалось, да? У меня так один раз, у меня выпадал зеленый кроссовок с минта серых. Вот, также у моего подписчика, у моего подписчика выпал, получается, с зеленого бокса синий кроссовок. Чувак заработал, он его продал, скинул мне отчет, то есть он продал его за 45 тысяч долларов, чистыми чувак 40 тысяч долларов сделал. 40 тысяч долларов? Да. Что это за кроссовок такой? Ну, уранный, синий кроссовок. А, ну, понял тебя. Хорошо. Мы сейчас обсудили с тобой два вида заработка. Какие еще виды заработка ты видишь в степне? Я вижу еще один вид заработка, это ребята собирают пулы, то есть у кого не хватает, то есть, там, купить кроссовки, да, они скидываются там по 300-400 долларов, собирают пулы, соответственно, и потом выплачивают определенную часть прибыли организаторам этого пула за то, что они предоставили им такую возможность. Так, третий. Вот. Ну, я думаю, что я назову самый, наверное, банальный, да, это покупка-продажа самой монеты. В принципе, в целом, да, которые торгуют в свободном доступе, то есть, это самый банальный способ. Купили на споте, продали, и, в принципе, это как возможный вид заработка, но он самый простой. Хорошо, больше видов заработка ты не видишь. Ну, смотри, вот один из, опять же, видов заработка, это делегирование. То есть, я вложил, прокачал, отдал человеку, соответственно, он зарабатывает на постоянной основе, а для меня это уже идет пассив. То есть, я вложил деньги, разбил, делегировал, человек зарабатывает, то есть, я даю возможности для заработка человеку, и он, соответственно, предоставляет мне возможность для моего пассивного дохода. Понял тебя, хорошо. Как ты думаешь, в ближайшее время, как это все может трансформироваться? Потому что этот масс адопшн, который мы видим в данный момент, связанный с некой метавселенной, с кроссовками, с тем, что человек просто включил телефон, нажал на старт, побежал, и потом смотрит, ему пришла там денежка в виде этих монет, он ее продает, и в целом человек за физические действия, в принципе, зарабатывает деньги. И это очень хороший масс адопшн. Но как ты думаешь, как эта технология может развиться в ближайшее время? То есть, они остановятся только на кроссовках или они пойдут дальше? Как ты считаешь? Я думаю, сама технология Move to Earn, она будет только развиваться и развивается. И то, что мы видим сейчас, то, что показал проект Stepn, это только самое начало, это, так сказать, базовая версия, и вообще, того, что будет в будущем. В будущем можете посмотреть. В целом понятно, сейчас еще появляется очень многое. Черное зеркало, вторая серия, там, в принципе, показано то, что я считаю, будет в будущем. То есть, люди будут зарабатывать деньги в метавселенной и вкладывать и потратить их в обычной жизни. Хорошо, Андрей. Как ты думаешь, вообще, возможен ли скамп этого проекта? Если возможен, то при каких обстоятельствах это может случиться? Я думаю, в нашем мире, возможно, абсолютно все. Да. Абсолютно все. Но сейчас что-то мне в голову даже, ну, приходит только один вариант, который может как-то повлиять на работоспособность целой системы. Это какой-то, ну, такой мощный взлом, да, который, ну, может как-то ударить по проекту. И то, ну, даже я думаю, даже если такое произойдет, все равно, ну, как бы, проект восстановится и продолжится свою работу дальше. Но ты скажи, ты вот настолько сильно в этот проект веришь с позиции инвестора или с позиции игрока, который находится в этом рынке, который также играет, как, ну, скажем так, как все, да, бегают. Вот. С позиции какой ты смотришь, что этот проект может, ну, максимально долго жить и вообще рассматриваешь его? Я смотрю и с позиции инвестора, и с позиции игрока. То есть я, я нахожусь и на том, и на этом уровне, понимаешь? Я смотрю с двух уровней. Хорошо, расскажи, вот, если я новичок, и у меня нет такого бюджета первоначального, как был у тебя, ну, вот у меня там, условно говоря, по 3 тысячи долларов. Как бы ты посоветовал начать новичку, и какие рекомендации самые эффективные ты можешь дать? Ну, при таком бюджете, да, я бы купил 2 кроссовка серых, вот, прокачал бы, один бы у меня был основной, второй для бинта. Основной бы я прокачивал на постоянной основе, второй до пятого левела. Вот, после того, как я бы набегал бы определенное количество ГСТ, я бы сделал минт, у меня бы стало 3 кроссовка. А 3 кроссовка, это уже 4 энергии, 20 минут бега. И отсюда бы я уже развивался бы, и постоянно минтил бы кроссовки. То есть я бы, я бы сделал упор на минт. Хорошо, Андрей, скажи, а есть ли сейчас смысл заходить человеку, да, и инвестировать в это направление? При том условии, что мы видим, да, монета уже стоит не так дешево, в целом, да, то, что монета уже очень хорошо выросла. Также кроссовки, в принципе, тоже уже сделали не X2, но, тем не менее, они неплохо так выросли. То есть, скажи, дай, пожалуйста, свою обратную связь, стоит ли сейчас заходить новичку в это направление? Определенно мой ответ, да, стоит. Почему? За 36 дней в проекте кроссовки дали примерно там полтора икса. Ну, условно, полтора икса они подорожали. Вот. И я вижу только в дальнейшем будет только подорожание и GST, и GMT, и кроссовков. И сейчас, ну, условно говоря, самое лучшее время было вчера, да. Следующий лучший момент сегодня. То есть, а дальше это все, ну, завтра это будет все дороже, дороже и дороже. Плюс, благодаря их очень продуманной токеномике, то есть, внутри игры создается спрос на их токены, да, благодаря этому токены растут на бирже. Вот. И с течением времени заходить в StepN будет все дороже, дороже и дороже. Я понял тебя. То есть, ты считаешь, что, в принципе, да, это самое только начало. Да, я считаю только начало. Да, дальше больше, и, в принципе, проект находится только на ранней стадии. И у него есть огромный потенциал, огромный шанс, скажем так, набрать огромное количество пользователей. Потому что в данный момент я вижу сейчас огромный масс-адопшен. Даже в Вилса.ком, другие известные блогеры, они уже спрашивают коды, типа, у кого есть код для активации. Ну, то есть, понятно, что они заходят, покупается огромная реклама, то есть, массовая, да, для масс-адопшена. И, честно скажу, для меня вот, это огромный сигнал для меня, как инвестора, в первую очередь. Не игрока, как инвестора. Для меня это огромный сигнал к тому, что, как минимум, нужно задуматься, стоит ли прямо сейчас заходить или не стоит. Потому что, когда огромное количество людей, которые, во-первых, никак не связаны с криптовалютой, во-вторых, они первый раз вообще слышат и видят эту технологию, они мне показывают, там, на своем телефоне, говорят, вот, у нас есть, там, кроссовки, да, то есть, мы вот зашли сюда, сейчас мы заработаем. Хотя, в принципе, человек вообще не разбирается в целом, да, в крипте и не совсем понимает, как эта вся история, ну, насколько спекулятивна эта вся история, манипулятивно устроена. И меня это, честно говоря, ну, как инвестора, в первую очередь, поднапрягает. То есть, для меня огромный триггер заключается в том, что, когда огромное количество людей начинает говорить о том, что я купил биткоин, я вложил в биткоин, я купил криптовалюту, сейчас мы полетим на 100 тысяч, это значит, надо продавать. Нет у тебя такого ощущения в целом? Определенно, Роман, твоя стратегия, она профитная, то есть, она основана на твоем опыте. Но я считаю, таких проектов, как Stepn, их еще не было. То есть, это определенная метавселенная, которая является первопроходцем в этой сфере, в этой области. И я считаю, чем больше людей будет вливаться в проект, чем больше людей будет бегать, тем жизнеспособнее вся эта система будет находиться в целом. То есть, я вот так вот, тем больше людей, тем лучше. Однозначно, ты правильно сказал. Таких проектов еще в целом-то и не было. И появляется еще один очень интересный вопрос. Как ты относишься к клонам? Потому что сейчас появляется много разных клонов, которые пытаются подражать Stepn, да, и всячески там заманивают аудиторию. Говорят, что у нас тоже там технология. Я даже, если я не ошибаюсь, я видел, когда технология была лежать на диване. То есть, я там смотрю, картинка, типа, лежишь на диване, тебе за это платят. Также есть тоже там связанное с бегом, с ходьбой. То есть, сейчас Найт придумал какую-то технологию тоже, но она дорогостоящая. Как ты относишься к подобного рода проектам, неким клонам? И планируешь ли ты заходить в них? Тут нужно очень четко понимать, да, кто вообще этот проект создал, какая команда, какой у нее бэкграунд. То есть, отталкиваться нужно от этого. И как базовая технология, которая дана миру через вот этот проект, она очень крутая. Но нужно смотреть и очень сильно фильтровать. Потому что, я думаю, в этом направлении будет много скама. И дальше нужно смотреть на разработчиков, на команду. Если крутая команда, много денег в это влито, то это такой сигнал, что стоит туда тоже заходить, смотреть, как это все происходит. Ну и дальше уже делать какие-то выводы по ситуации. Андрей, ты абсолютно прав. Скажи, но если, условно говоря, мы представим, что степ, он закрылся, будет ли тебе обидно или сильно тебя подшатнет, если твои деньги, они, в общем, соскамятся? То есть, произойдет закрытие, у тебя минус 4 миллиона, сильно ли это ударит по твоему бюджету? Я в любом случае получил колоссальнейший опыт развития в метавселенной. То есть, по сути, это первая моя метавселенная, в которой я прокачался, прокачиваю другие аккаунты, делегирую заработок. В любом случае, опыт, он бесценен, который я получил. Если я потеряю эти деньги, то я не думаю, что как-то я буду расстраиваться, да, я просто найду другие возможности, чтобы там 4 миллиона сделать там за неделю, понимаешь? И продолжу, ну, то есть, я не считаю, что я что-то потеряю. То есть, и любой опыт, даже с первого взгляда, будет казаться, что он негативный, а его можно преобразовать в позитивный. Вот, и я считаю, что ограничения у людей только вот здесь вот в голове, они сами принимают их, и можно зарабатывать вообще абсолютно любые деньги, абсолютно любые суммы. И если я в этом проекте потеряю там 4 миллиона, да, я придумаю, как эти 4 миллиона достаточно быстро восстановить, да, и, так сказать, реорганизоваться и продолжить дальше зарабатывать. Потому что возможностей очень и очень много. Каждый день я вижу сотни возможностей, которые приходят в мою жизнь. Поэтому вот так вот. Андрей, это круто, потому что очень важный момент, ребят. Если вы планируете заходить в такого рода проекты, то я в первую очередь дам рекомендацию с позиции инвестора. То есть, вкладываю туда свои последние деньги, я ни в коем случае никому не рекомендую. И ставить все на ком, да, как это делают там некоторые мои знакомые, конечно же, я не рекомендую. Поэтому, если вы запланируете войти в степом, то заходите так, чтобы в случае, да, какого-то фокс-мажора, который в целом возможен в любом направлении, вы, скажем так, не остались, да, в большом минусе, в долгах, в кредитах и не находились там, да, в ужасном состоянии. Это моя рекомендация от себя. О твоих планах я понял, о твоем видении об этом проекте я понял. Что ты можешь вообще дать из рекомендаций, исходя из своего опыта ребятам, которые все всячески, да, у которых вообще нет денег. Кстати, то есть у меня, предположим, нет денег, да, предположим, я новичок, у меня нет денег, и я очень хочу поучаствовать в степах. Очень хочу поучаствовать. Что мне делать? Ну, первый вариант – запастись терпением и дождаться осени. Осенью разработчики обещают ввести аренду. То есть можно будет взять, у кого нет денег, можно будет взять в аренду кроссов и сейчас. Второй вариант – для тех, кто не хочет ждать, есть вариант зайти в пулы с точкой входа 300-400 долларов. Вот, ну и третий вариант – придумать, как эти деньги заработать, как их сделать. То есть, ну, продать либо свои услуги, либо какие-то товары, либо что-то еще. Потому что, ну, люди, по сути, ходят по деньгам и их не замечают. Хорошо, Андрей. Ребята, у нас будет вторая часть, в которой мы проведем технический разбор и покажем наглядно, какие фишки есть в самом приложении Stepon и сделаем прям конкретный полноценный разбор. Поэтому скоро будет вторая часть. До встречи.